Добрый вечер. На часах 20-30. Время новостей на телеканале НЕСЕЙ в студии Ксении Митрофанова. В начале коротко главной темы выпуска. Жители 30 деревень и посёлков в Эмельяновском районе остались без рейсовых автобусов. Почему населённые пункты оказались отрезаны друг от друга, когда появится транспорт? Мы пошли вот в пункт, приехала терапевт, выписала нам анализы. Нам даже элементарно до поликлиники добраться не на чем. Где же анализы сдать? Погорец из посёлка Стрелка обеспокоены состоянием своих новых домов. В некоторых за зиму просел полк, а на стенах появилась плесень. Ну, у некоторых людей есть, что под домами ещё нет отмостки. Вода, возможно, зашла и внутрь. В центре Красноярска из репетиции шествия ко Дню Победы временно меняется схема движения. Какие участки закроют для проезда и парковки? Тысячи жителей края 9 мая примут участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». По какому маршруту пройдёт колонна в этом году? Нужно думать о безопасности, прежде всего, да. О том, что в очередной раз, когда мы не позвоним, возможно, они нуждаются в нашем звонке, и им действительно нужна сейчас эта помощь. В Емельяновском районе 30 сёл и деревень остались без рейсовых автобусов. Сообщение между населёнными пунктами прекратилось ещё в апреле. Транспорт перестал ходить сразу по 15 маршрутам. Всё это время местные жители фактически отрезаны от внешнего мира. Алина Штоколова выясняла, в чём же проблема и как её решить. Вот уже второй месяц добраться до села Талая в Емельяновском районе можно только на коне. Либо вот на таком живом, либо на железном, который есть, к сожалению, далеко не у всех местных. Автобусы перестали ходить сюда ещё 1 апреля. И с этого времени почти тысяча жителей села осталось без связи с внешним миром. Люди рассказывают, раньше маршрутка ходила 3 раза в неделю. Всегда была заполнена до отказа. Автобус собирал жителей сразу из нескольких соседних посёлков. Можно было добраться до райцентра и сходить в магазин или в больницу. Теперь лекарства местным привозят односельчане, у которых есть машины. А чтобы попасть к врачу, приходится вызывать такси. Удовольствие это не дешёвое. Поездка в Емельяново, например, обходится в 1000 рублей. Соседний Устюг в 500. Даже мы пошли вот в пункт, приехала терапевт, выписала нам анализы. Нам даже элементарно до поликлиники добраться не на чем. Те же анализы сдать, что-то на прием. Даже у нас нет аптеки, мы не можем себе позволить купить лекарства. Если нет машины, мы недвижимы. Посёлки, попавшие в транспортную изоляцию, находятся в нескольких десятках километров от райцентра. Попутку здесь не поймаешь. Пробраться по таким дорогам не так-то просто. Да и машины проезжают нечасто. Примерно раз в полчаса. Поэтому автобус нужен как воздух. К слову, претензии к предыдущему перевозчику были и у администрации, и у людей. И расписание неудобно, и маршрут, и билеты не выдавали. Но он хотя бы куда-то ездил. Этот последний автобус нас не возил никуда. Вот, допустим, идём мы, километр 300 надо... Километр 300 метров дойти до больницы. Вот я со мной один раз шёл, горевской мужчина, он с краевой больницы шёл. Ему делали пересадку сердца. И вот вылезли мы, и километр 300 он шёл, задыхался. Перевозчик, который раньше обслуживал эти маршруты, заявил о том, что не будет продлевать контракт ещё в декабре прошлого года. Администрации района удалось его уговорить, чтобы автобусы ходили хотя бы до апреля. Но за четыре месяца чиновникам так и не удалось найти новую транспортную компанию. Предприятия попросту отказываются брать из себя убыточные по их подсчётам направления. Местные власти признают, ситуация действительно сложная. Каждый считает свою копейку и считает, что недостаточно выгодно ездить на эти маршруты. И поэтому крайне трудно нам найти такого. Но сейчас в настоящее время ведётся работа, ещё один перевозчик думает. По двум маршрутам у нас получается, мы уже проблему вот-вот должна разрешиться. То есть где-то ориентировочно с 15-го числа, если всё пойдёт нормально, то с 15-го числа Емельянова-Солонцы и Емельянова-Никольская маршруты два перекроются. Сами перевозчики ситуацию комментировать отказались, заявив, что эти маршруты им невыгодны. И если ни одно автопредприятие не согласится взять на себя транспортное сообщение отдалённых посёлков Емельяновского района, заставить их никто не сможет. В администрации говорят, похожая ситуация уже возникала в прошлом году. Но тогда удалось найти временное решение. Возможно, и сейчас получится договориться, и автобусы вновь выйдут в рейсы. Алина Штокова, Денис Тимошенко, Новости. Водители предупреждают об осложнении дорожной обстановки на федеральных трассах Сибири и Нисей. Связано это с ухудшением погоды. В эти выходные ожидается снег и резкое понижение температуры до минусовых значений. Несмотря на весенний период, дорожники уже подготовили более 100 единиц специальной техники и сделали необходимый запас противогололёдных материалов. Автовладельцев просят не выезжать за город на летней резине, быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Уточнить информацию о ситуации на федеральных дорогах, а также сообщить о происшествии можно по телефону диспетчерской службы. Линия доступна круглосуточно и номер сейчас на экране. Погорельцы из посёлка Стрелка обеспокоены состоянием своих новых домов. В некоторых за зиму просели полы, а на стенах появились плесень и трещины. Сегодня в населённом пункте побывала комиссия, чтобы оценить эти повреждения. На месте также побывала и моя коллега Анжелика Александрова. Сейчас она на прямой связи со студией. По телефону мы связались. Анжелика, добрый вечер. Вы меня слышите? Да, я вас слышу. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в каком состоянии дома местных жителей, вот вы видели всё собственными глазами, и вообще как будут устранять теперь все эти повреждения? Конечно, как и в любой новостройке, не обошлось без каких-то недочётов. Из 42 коттеджей в половине, честно говоря, образовались трещины на стенах. Кое-где, конечно, есть грибок. Но к такому повороту событий все были абсолютно готовы. Ведь дома строились, как мы помним, в кратчайшие сроки. И к тому же в сезон дождей, несмотря на недочёты, большинство людей всё-таки более-менее довольны своим жильём. Устранять планирует комиссия таким образом создавать подробные акты всех недочётов. И Краевой фонд жилищного строительства, который является заказчиком, за свой счёт полностью обещал всё отремонтировать людям, чтобы было комфортно и удобно находиться в новых домах. Ну, в принципе, дома тёплые, хорошие. Конечно, не сравнить с нашими деревянными-то. Да, не сравнить. Ну, чисто, как говорится, по-городскому. Ну, что, зиму я перезимовал, можно сказать, это. Если бы ещё с осени умудрились запастись дрова, да подсушить их вообще проблем не было. Ну, у некоторых людей есть, что под домами ещё нет отмостки, вода, возможно, зашла и внутрь. У каждого по-разному. У кого-то вообще ничего нет, ни у кого-то трещин нет, у кого-то есть. Муж собирается снимать обои, полностью все трещины заделывать. Я как бы сильно пока не хочу, что ещё, может быть, ещё какие-то трещины появятся. Проверить и посмотреть, как перезимовали покорильцы. Приехал и исполняющий обязанности председателя правительства Красноярского края Юрий Захаринский. А, я так понимаю, у нас проблемы со связью, мы готовы включить комментарий. Я правильно понимаю, сейчас мне подсказывает режиссёр. Давайте послушаем комментарий. У нас фундаменты недоделаны, отмостка недоделана, ещё заборов нет. Всё это надо доделать, быстрее делать, чтобы людям могли нормально здесь жить. Задача по каждому дому составить некий перечень проблем, перечень тех, ну, недостатков, которые сразу, возможно, были видны, тех вот проблем, которые выявила зима. И, соответственно, начать буквально в третьей декады мая вот все эти недоделки, все эти проблемы устранять. Ну, продолжаем следить за развитием событий в посёлке Стрелка. Конечно же, в следующих выпусках расскажем, как сейчас там обстоят дела. Ну, а мы с вами встретимся после короткого анонса и рекламы. В центре Красноярска временно изменена схема движения. В эти минуты там проходит генеральная репетиция шествия ко Дню Победы. Подробности далее. В эти минуты в Красноярске на площади Революции проходит генеральная репетиция торжественного шествия ко Дню Победы. В связи с этим в центре города изменилась и схема движения. Когда снимут ограничения, что сейчас происходит на площади, готов рассказать мой коллега Ярослав Цымбал. Он на прямой связи со студией. Ярослав, добрый вечер. Ну, рассказывайте, что нас ждёт на 9 мая. Репетиция сам в России. Мы сейчас находимся на улице Карла Маркса в районе площади Революции. Сейчас вот уже проходит с полным ходом репетиция праздничного шествия. Отмечу, это вторая и последняя репетиция перед 9 мая, поэтому её называют генеральной. Сейчас по улице вот маршируют парадные расчёты. Уже до этого пронесли российский флаг и копию знамени Победы. До этого также выступали, репетировали свои номеротворческие коллективы. Ансамбль имени Гаденко, народный ансамбль танца «Раздолье». Также ансамбль песни «Краса» и «Енисейские зои». Ну, отмечу, что для них, кстати, будет ещё одна репетиция, которая пройдёт 7 мая. Ну, а вот уже праздничное шествие мы увидим только 9 мая. Сейчас отмечу, что в этом году в праздничном шествии примут участие 33 парадных расчёта. Это 1800 человек и 25 единиц техники. А вот авиации в этом году не будет. Кстати, впервые будет участвовать патриотический клуб «Патриот» и представители управления Росгвардии. Также мы увидим и технику управления Росгвардии. Ну, так как сегодня это генеральная репетиция, в ней будут принимать участие и техника, которая вот там в конце улицы сейчас находится. Ну, на время репетиции на этот вечер в центре Красноярска временно изменили схему движения. Нельзя проехать по улице Карла Маркса на участке от Робескьера до диктатуры пролетариата, а также по дороге вдоль зданий Краевой научной библиотеки и РЖД. Движение транспорта ограничили и на улицах Декабристов, Горького и Дзержинского. Парковка в этих местах также запрещена. Ну, все ограничения будут действовать до 22-30, поэтому всех водителей просят быть внимательными и корректировать свой маршрут. Ну, а мы будем продолжать смотреть, вот как проходит репетиция. И у меня на этом все. Ксения. Спасибо, Ярослав. Ну что ж, нам удалось немножко посмотреть даже репетицию, которая будет в День Победы, торжественного шествия. Но я надеюсь, что водители все услышали пожелания и как-то скорректируют свой маршрут. Ну, Ярослав Цимбал знает все не только о торжественном шествии в День Победы, но и о том, как в этом году пройдет в Красноярске ставшая уже традиционной всероссийской акцией «Бессмертный полк». По подсчетам организаторов, участие в ней примут тысячи жителей края. Где будет формироваться колонна и какой будет маршрут, расскажем прямо сейчас. Участники акции «Бессмертный полк» будут собираться здесь, на перекрестке проспекта Мира и улицы Дзержинского. 9 мая в 12.30 начнется формирование колонны, а в 13.30 она направится по проспекту Мира в сторону БКЗ. Движение для автомобилей на это время будет полностью перекрыто. За несколько лет акция настолько полюбилась красноярцам, что представить празднование Дня Победы без нее просто невозможно. В 2016 году участие в ней приняли 12 тысяч человек, а в 2017 уже около 37 тысяч. В этом году, по подсчетам организаторов, народу будет не меньше. По центральным улицам колонна пройдет под музыку. На путь исследования полка по проспекту Мира организуют небольшие тематические площадки, на которых и будет звучать музыка военных лет. А у здания Краевого суда будет играть оркестр. Люди просили, чтобы именно была музыка, так как баяны, которые были здесь в колонии, там на 2 метра в радиусе их слышно было и все. Сейчас, конечно, это все учли. Но буквально во время самого шествия люди подходили и говорят, ну где же веселая музыка, это же все-таки праздник, это День Победы. Главная задача бессмертного полка – сохранить память о тех, кто боролся за победу. У каждого из идущих в колонии своя очень личная история. Вера Масловская в этом году пройдет в колонии впервые. Девушка пронесет портреты сразу двух родственников – участников Великой Отечественной войны – дедушки и прадедушки. Мы очень много говорим о том, что ветеранов необходимо помнить, независимо там, не только 9 мая, но их нужно и беречь, потому как мы прекрасно понимаем, что есть какие-то социальные блага, которые сейчас не обеспечены. Но нужно думать о их безопасности прежде всего. О том, что в очередной раз, когда мы не позвоним им, возможно, они нуждаются в нашем звонке, и им действительно нужна сейчас эта помощь. В этом году впервые в колонии пронесут 20-метровую копию Знамени Победы. Кроме того, принято решение нести портреты и героев, которые погибли при исполнении служебного долга в мирное время. Всем желающим пройтись в колонии бессмертного полка нужно сделать штендер с фотографией своего родственника. За помощью можно обратиться в молодежный центр Красноярска. Они помогут с изготовлением штендера, с фотографиями вашего героя, узнают историю семьи и пронесут портрет героя в колонии. Потому что часто обращаются к ним люди очень пожилые, которые не могут выйти из дома, и им обидно, что они не могут пронести портрет, например, своих родителей. Заявки на изготовление штендеров принимают до 7 мая. Узнать всю дополнительную информацию можно по телефону горячей линии. Акция «Бессмертный полк» будет проходить во всех муниципальных образованиях края. Присоединиться к ней может любой желающий. А в Красноярске шествие завершится на площади мира перед Краевой филармонией, тематическим концертом и флешмобом, на котором горожане споют песню «День Победы» и установят рекорд России. Ярослав Цимбал, Артём Струговец, Максим Галат. Новости. Прославленный тренер Дмитрий Миндяшвили покидает должность президента Академии борьбы, которая носит его имя. Со следующей недели этот пост займет бывший заместитель министра спорта края Аркадий Кривошеев. Дмитрий Георгиевич остается работать в Академии в качестве почетного тренера. Он также будет оказывать ей научно-методическую поддержку и преподавать в Красноярском государственном педуниверситете. 4 июня Дмитрию Миндяшвили исполнится 85 лет, а в июле 45-летний юбилей отметит и Академия. Она была основана по инициативе легендарного тренера после триумфальной победы его ученика Ивана Ирыгина на Олимпийских играх 1972 года. Воспитанниками Красноярской школы борьбы завоевано 14 олимпийских медалей, в том числе 10 золотых, 90 медалей чемпионатов и первенств мира. 43 раза красноярцы становились обладателями Кубка мира, а также пополнили копилку региона более 100 медалями чемпионатов и первенств Европы. Новая поликлиника появится в микрорайоне Покровский. Когда построят объекты, сколько пациентов будет обслуживать учреждение, расскажем после рекламы. Больше 800 жителей края обратились с жалобами на укусы клещей в Роспотребнадзоре. Говорят, в этом году членистоногие особенно активны. Только за майские праздники красноярцы принесли на проверку больше 300 паразитов. У четверти из них специалисты обнаружили боррелиоз, еще у 10% сыпной тиф. И только один паразит оказался переносчиком клещевого энцефалита. Членистоногих жители цепляли как за городом, так и в черте Красноярска. Как в восточном, так и в западном направлении по железной дороге. Минино, Рябинино, Таежный, Камаз и так район заповедника Столбов. И так в городе еще встречается так же. Ну вот Соланцы, это, наверное, черта города. Соланца, Линогорск. В Манском районе, на Мане. Отдыхал на природе, как бы вечером еще не заметил, с утра проснулся, обнаружил. Там по данным спасателей посмотрели, спасателей вытаскивали. Сказали, что просидел нормально, всю ночь перед сном, как бы ничего не почувствовал. Спасатели помогли, вытащили, все, обработали. И тем не менее, как говорят в Краевом управлении Роспотребнадзора, в прошлом году в этот период из-за раннего потепления обращений было уже в два раза больше. Чтобы уберечь себя от неприятностей, жители края просят не забывать о безопасности. Из того, что осталось, повторюсь, это 750 кубов именно на поддержку того, что мы уже сделали. И еще будет там выполняться в течение мая месяца работа. И вот именно заезд Абонская гора и до заправки КНП. То есть там будет уже более серьезная работа. Значит, будет выполнена срезка грунта. Потом, значит, ревизия трубы отводной, которая идет с Абонской горы, основной поток. Ну и, соответственно, даже запланирована там укладка асфальтного покрытия. Именно вот на этом повороте, на котором всегда зимой проблемы у нас. В картофеле из красноярских магазинов обнаружены вирусы и болезни. Проверку качества корнеплодов устроили специалисты Центра стандартизации Аграрного университета. В торговых сетях они закупили 4 образца отечественных марок и еще один из Финляндии. Стоимостью от 88 до 155 рублей. Результаты исследования показали в сортах Ароза, Гала и Сильвана. Взятых для анализа присутствуют легкие вирусы и болезни. А в сорте Мемфис еще и мокрая гниль. Пораженные этими бактериями клубни быстро загнивают. Поэтому и садить такой корнеплод не рекомендуют. Такую проверку в нашем крае провели впервые. Прокомментировали специалисты изменившиеся требования к качеству российского импортного картофеля, который в том числе покупают красноярские прилавки и перерабатывающие заводы. В Красноярске откроется горячая линия по комплектованию детских садов. В течение двух недель с 7 по 18 мая специалисты управления образования будут отвечать на вопросы родителей. О распределении мест, сроках выдачи направлений, способах обмена садиками, а также о перспективах получения места в конкретном дошкольном учреждении. Комплектование групп завершится 1 сентября. А вот путевку и весь пакет документов для зачисления необходимо предоставить в детский сад в течение 60 календарных дней со дня их получения. В противном случае они будут аннулированы. Звонки на прямую линию, номер вы видите на экране, будут принимать в рабочие дни с 9 до 13.00 и с 14 до 18.00. На районе Покровский в Красноярске появится новая современная поликлиника. В шестиэтажном здании будут обслуживать как детей, так и взрослых. Всего около 40 тысяч пациентов. Учреждение построят на участке в границах улиц Караульная, Чернышевского, Дмитрия Мартынова и Любы Швецовой. Проект был разработан еще в 2013 году и успешно прошел госэкспертизу. Однако сейчас его направили на доработку. Связано это прежде всего с изменением статуса поликлиники и некоторых нормативов. Аукцион запланирован на 23 мая. Начальная цена контракта почти 10 миллионов рублей. Планируется, что первых пациентов поликлиника сможет принять в 2020 году. Париклиника многопрофильная будет построена для оказания помощи взрослому населению. Там будут развернуты терапевтические участки. Кроме того, там будет своя конститивно-диагностическая база, большой конститивно-диагностический центр, который будет оказывать помощь и взрослому, и детскому населению прикрепленной территории. Дополнительно будет развернуто подразделение стоматологии для оказания помощи, женская консультация и круглосуточный травматологический пункт для оказания экстренной неотложной помощи. В Железногорском хосписе появится выездная патронажная служба палеотивной помощи для онкобольных. Для этого медики при поддержке одного из автодилерских центров приобрели специализированную машину. Подобной в медучреждениях края пока нет. Это модули для перевозки пациентов в тяжелом состоянии, приспособления для транспортировки средств ухода и гигиены. Кроме того, в машине есть все средства для оказания первой помощи. Он полностью подготовлен с учетом наших требований. Завод по переоборудованию в Нижнем Новгороде мы консультировали, как нам лучше, что нам лучше. И могу сказать, что эта большая и непростая работа завершилась успешно. Эти автомобили служат и у дорожников, которые перевозят какое-то оборудование. Эти автомобили служат и в полиции, и эти же автомобили служат и в качестве медицинских медавтомобилей, как этот автомобиль. И основная его уникальная особенность, основная, это, конечно же, то, что он может перевозить комфортно, безопасно пациента. В Каннске завершается ремонт единственной объездной дороги, которая не раз становилась объектом критики со стороны автовладельцев. Протяженность этого пути более 6 километров, а из-за того, что на трассе нет асфальта, ее часто размывают во время весенней распутницы. В этом году на ремонт из краевого бюджета было выделено порядка 17 миллионов рублей. На эти деньги было восстановлено земельное полотно, проведена грейдировка и отсыпка дороги. Уже сейчас водители отмечают, что объездной путь стал гораздо удобнее. Сейчас лучше, да, лучше. Я недавно проезжал, на ту неделю отсыпали дорогу. Ну а до этого надбойники, бомбера отрывали, поэтому жаловались бесполезно. И через город не пускают. Я здесь ни одно колесо порвал. Поэтому асфальт соберут в кучу бесполезную. Просто надо раз в неделю хотя бы подсыпать, грейдировать и нормально все будет. Следить надо. Завершить все работы дорожники смогут, как только в районе установится теплая погода. В планах у местной администрации окончательно восстановить земельное полотно, а также отремонтировать въезд на объездную трассу. С сегодняшнего дня жители нашего края, как и всех российских регионов, могут приобрести билеты на поезда дальнего и пригородного сообщения, в которых указано только местное время прибытия и отправления. Такое новшество компания РЖД вводит для удобства пассажиров. До сих пор на бланках было и московское, и местное время. Из-за этого некоторые путались. В силу изменения вступают с 1 августа, но в продаже билеты с местным временем появились на 90 суток раньше даты начала поездки, то есть уже сегодня. В таком более понятном путешествующем формате информация о прибытии и отправлении также будет отображаться на табло в поездах, на платформенных указателях и вокзальных электронных часах. Где в Красноярске появилась новая аллея в память о героях Великой Отечественной войны, расскажем после рекламы. В Красноярске завершается строительство новой подстанции «Юбилейная», которая обеспечит электроэнергией самый большой район столицы края – Советский. Сейчас дома здесь запитаны от установки, построенной еще в 1983 году. Как говорят специалисты, загружена она до предела. В МРСК «Сибирь» приняли решение создать новые мощности, которые не только обеспечат бесперебойной энергией существующие строения, но и дадут возможность подключить дополнительные объекты. Это особенно актуально перед универсиадой, ведь именно в Советском районе расположены два крупных ледовых дворца, а также многочисленные социальные учреждения. Завершится строительство к началу августа. Когда мы говорим о подготовке к универсиаде, мы говорим не только о тех подстанциях, которые запитывают непосредственно спортивные объекты, но есть еще инфраструктура объектов универсиада. Это больницы, это места проживания, места питания. Это все делается одновременно и реконструируется. Порядка только 500 миллионов компания в июле-августе заканчивает освоение. Это по реконструкции кабельных линий, которые находятся непосредственно уже в городе Красноярске. Это все влияет на качество энергоснабжения. Новая аллея в память о героях Великой Отечественной войны появилась в центральном районе Красноярска. Сегодня в сквере победителей состоялась акция, приуроченная к 9 мая. Журавли моей памяти. Почетными гостями по традиции стали ветераны Великой Отечественной войны. Евгения Шелковникова с подробностями. Десять маленьких сосен сегодня стали частью новой аллеи в Красноярском сквере победителей. Деревья посадили ветераны Великой Отечественной войны, школьники и жители центрального района Красноярска. Все они собрались у мемориала воинской славы, журавли моей памяти, чтобы вспомнить сражавшихся за победу красноярцев. Первое, что сделали аллею победителей, потом сделали дружба народов аллея. Это мы все диаспоры приняли участие, потому что война была многонациональная. Участвовал весь советский народ в то время. Потом дети войны, друженики тыла, ветераны вооруженных сил. И сегодня получился букет всех участников Великой Отечественной войны через эти аллеи. Новая аллея – это лишь часть большого районного мероприятия с концертом и возложением цветов к мемориалу. По доброй традиции его проводят уже много лет накануне Дня Победы. Все почетные гости, конечно, участники войны, труженики тыла, узники, концлагерей. Среди приглашенных и ученики ближайших школ. Ведь так важно пронести память о войне через поколения. В прошлом году у нас появился здесь памятник. И поэтому это еще, как говорится, обрело то, как вот праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Куда приглашаем ветеранов, приглашаем детей, приглашаем наших, как говорится, уважаемых друзей, гостей, которые нам помогли в создании этого памятника. Не обошелся праздник и безвкусной горячей полевой кухни, которая согрела всех участников акции в прохладный день. В Центральном районе это не последняя патриотическая акция ко Дню Победы. Всего здесь состоится около 200 мероприятий, приуроченных к 9 мая. Евгения Шелковникова, Всеволод Никитин. Новости. Красноярские ветераны уже начали принимать поздравления с праздником Победы. Сегодня депутат Государственной Думы Юрий Швыткин навестил участника знаменитого сражения под Прохоровкой Павла Андреевича Конопелько. Сейчас ветерану 92 года. Он ушел на фронт добровольцем еще до своего совершеннолетия. За Курскую битву был награжден медалью за боевые заслуги. При освобождении Харькова и Киева получил медаль за отвагу. Принимал участие в боях на Духлинском перевале. Жить хочется еще. Хочу до ста дотянуть. Не знаю, дотяну. Слава Богу, что танцевал еще. Девчата любили меня всегда. На расхват я. Я с ним давно знакомый и искренне говорю, что этот человек для меня очень близок. И не потому, что он поддерживал меня везде и во всем при этом, но и активная его жизненная позиция, она подкупает. С таких людей мы должны брать пример. Флэшмоб в честь Дня Победы устроили красноярские школьники. 150 белых шаров выпустили в небо в сквере Петра и Февроне. Участники акции выстроились в большую цифру 73. Именно столько лет прошло с Дня Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, организаторы мероприятия подготовили тематические мастер-классы, на которые можно было изготовить бумажные гвоздики, разработать настоящие автоматы и пострелять в тире. А для юных красноярцев выступили творческие коллективы. Организовано патриотическое мероприятие. Мы формируем гражданскую активную позицию у молодежи. Это замечательно привлечь ребятишек к такому. Взрослые, в принципе, участвовали в этом. И как бы поднимать праздничный дух, дух Победы. Это очень важно для нас и для нашей истории. На этом наш эпоху завершен в 21.30. Смотрите на нашем канале художественный фильм о герое боевиков, актере Жан-Клоди Ван Дамми. Решив начать жизнь с чистого леса, он отправляется в Брюссель, чтобы восстановить силы в родительском доме. И невольно становится свидетелем преступления. Не пропустите захватывающий сюжет. Телефон редакции новостей 236-0136. Адрес в интернете 3W-ENISEY-TV.